Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами создатели производственной мастерской Concrete Jungle. Люди, которые преображают не только Владивосток, но и другие регионы нашей страны, делают их ярче и красивее. Феликс Машков, Вадим Герасименко, здравствуйте. Добро пожаловать. Concrete Jungle – проектная производственная мастерская, которую создали во Владивостоке Феликс Машков и Владимир Герасименко. В начале своего пути творческий тандем воплощал в жизнь идеи, связанные со стрит-артом. Это и роспись объектов на набережной Цесаревича, и проектирование пространства в центре современного искусства Заря и многое другое. Очень скоро художники стали работать на стыке изобразительного искусства, дизайна и архитектуры. Сегодня команда Concrete Jungle занимается проектированием и строительством общественных пространств, стремясь насыщать города новыми смыслами, а также вдохновлять, образовывать и удивлять людей. Начну с названия. Название англоязычное. Название отсылает и композиции Jay-Z, и, ну, собственно, такое расхожее выражение. Почему его выбрали в свое время? В 2007-2008 год мы с Феликсом познакомились и решили организовать граффить команду. И мы понимали, что мы будем работать с городом. И Concrete Jungle – это такая отсылка в переводе «бетонные джунгли». Все так, там получается интересная комбинация. Дело в том, что Concrete Jungle – это устоявшийся фразеологизм в английском языке. Это такой хип-хоп термин, можно сказать, который олицетворяет как бы уличную жизнь. Я вот как архитектор еще видел это название как как раз-таки, ну, более архитектурная, просто архитектурная метафора города. Сейчас это получает новое прочтение, потому что долгое время мы работали же с такими материалами очень доступными, а сейчас мы в основном работаем с бетоном. И получается, что такое пророческое название вышло. Как долго вы оставались именно на уровне увлечения стрит-артом? И почему? Что вас побудило дальше развиваться именно в ту сторону, в какую вы стали двигаться? Это скорее дизайн городской среды, да, или я не знаю, как точнее это назвать? Мы с Феликсом познакомились, как ранее говорили, в 2007 году и сразу понимали, что у нас не просто будет граффити, а граффити будет с какой-то концепцией, с какой-то идеей. Стереотипное граффити – это персонаж, тег, либо какой-то шрифт, и все. И дальше этого ничего не идет. А если брать глубже, то обычно никто этого не делает. И для нас всегда было важно делать какую-то концепцию. На протяжении лет пяти мы делали арт-проекты, мы поучаствовали в Нью-Йорке, мы поучаствовали в Цюрихе. То есть мы делали какие-то свои искусства, и оно было уникальным. Даже в Нью-Йорке говорили, это какое-то уникальное искусство, интересное, типа, вы откуда? Ну, это удивительно. И для нас казалось, да, мы делаем что-то важное, мы показываем не только себя, но и в целом Владивосток на карте мира. Что нас побудило перейти еще куда-то дальше – это материал, потому что граффити, оно не вечно. И было интересное предложение от Павла Шугурова – сделать что-то в материале. Мы выбрали дерево, потому что это самый податливый материал. Наша первая работа такая более масштабная – это «Безмолвный регаток». Это был наш первый такой осознанный проект, и он провисел семь лет. Вот эта обратная связь, что материал так может долго храниться в первозданном виде и повлияло, чтобы мы дальше делали какой-то предметный дизайн, архитектуру, то есть приходили от нанесения краской к каким-то материальным изделиям. Если вот обратить внимание, все наши работы, вот Вадик прям очень важную вещь сказал, что граффити-культура и вот те принципы, которые сформированы в занятиях искусством, они на самом деле создали ДНК нашей команды сейчас. То есть мы же хотели делать какие-то работы про что-то, то что умение технически что-то делать мы с Вадиком приобрели, в принципе, когда встретились. То есть получился такой зрелый коллектив в том смысле, что я уже чего-то умел делать, Вадик вообще отлично умел рисовать, мне еще было около получиться по ходу пьесы. И мы уже когда встретились, мы поняли, чего мы хотим совместно. И мы хотели делать работы про что-то. Это сложная задача на самом деле, потому что когда начинаешь, садишься и начинаешь думать, чего бы ты хотел сказать обществу, ты понимаешь, что ты не очень-то загружен знаниями о том, чтобы с кем-то о чем-то делиться, особенно в информационный век. Но мы старались находить разные интересные истории, про которые можно рассказать. И вот если обратить внимание, у нас очень многие работы, они вокруг науки крутятся, вокруг каких-то концепций, около технологичных. И у нас много таких работ, и семь сопок, и так далее. Вот Вадик прям верно отметил насчет того, что мы хотели менять материалы, но мы хотели, чтобы наши концепции росли. И так вышло, что раз у нас есть профильные образования еще в смежных областях, в архитектуре, в дизайне, это неизбежно нас привело к городской среде. Потому что, мне кажется, очень сильно назрел вопрос в обществе в целом про то, где мы вообще живем и кто мы такие. Потому что среда определяет те свойства людей, которые в ней находятся. То есть это такая своеобразная матрица, из которой потом штампуются новые люди. И вот этот вопрос, он очень актуален, потому что, очевидно, люди не удовлетворены той средой, которая сейчас сложилась. По моим ощущениям, такая активная трансформация городского пространства во Владивостоке началась во время подготовки к саммиту АТЭС. Как вы считаете, это счастливое совпадение, что вот ваше желание развивать эту сферу совпало с тем, что город оказался к этому готов? Или все-таки вы считаете, что вам приходится в каком-то смысле, то есть раскачивать, продвигать эти идеи и немножко менять сознание? На самом деле, когда в 10-е годы началась история с благоустройством, совпадением было только то, что мы образовались как коллектив и действительно открылись новые возможности для искусства. В 2012 году была вспышка, потом затухание, и я бы сказал, что наша работа над общественными пространствами, она, наоборот, строилась изначально. На том, что как раз-таки в городу этого не хватает. И это была наша ставка. То есть это фактически был риск. Мы такие, мы займемся благоустройством в городе, где благоустройство не заказывают. И в этом смысле можно сказать, что мы предвидели, что эта тенденция, она все-таки будет... У нас туда вело как бы сердце. Мы с коллективом, опять же, мы не решаем все вопросы, там, сидя с Вадиком. Решили, мы идем делать благоустройство. Мы сделали презентацию два года назад. И провели презентацию, сказав сотрудникам, что, ребята, вот у нас есть такое предложение, давайте сфокусируемся на городской среде. Потому что мы делали же разные вещи, там, и искусство, и то, и все, и мебель. И мы предложили сфокусироваться, и в целом коллектив поддержал то, что у всех как бы к этому сердце лежит. Давайте поговорим о том, что сейчас у вас в работе. Это масштабные проекты, к которым может иметь отношение в будущем любой из жителей Владивостока. Мы занимаемся городской средой, и это фактически архитектурная деятельность. Архитектор должен быть адвокатом города. То есть неважно, что ему заказал клиент, он всегда должен защищать интересы города. И в этом смысле мы стараемся с нашими клиентами всегда обсуждать. Ведь это не нулевая сумма. То есть не всегда, когда клиент вложил деньги в городскую среду, он просто их потерял. Как правило, улучшение среды вокруг объекта недвижимости, оно имеет прямое следствие в качестве этой недвижимости, в стоимости аренды, в каких-то других бонусах, которые потом инвестор может получать из этой недвижимости. Поэтому учитывать интересы общества и учитывать интересы клиента – это очень такая важная работа для архитектора. И вот мы стараемся здесь всегда учитывать интересы города, потому что мы ребята с улиц. Можно вкратце рассказать, наверное, про те проекты, которые у нас не так давно реализовались. Это общественное пространство «Мазды Солерс» для сотрудников данной компании. Но этот парк открыт, мало кто знает, в него можно попасть после карантина, конечно. Мы назвали эту концепцию «Город в городе», потому что там как раз встречаются очень важные три тезиса городского пространства. Это парк, площадь и примыкание к городу. Сейчас мы и ранее работали с Сахалином, Южно-Сахалинск. У нас там несколько проектов на парке Гагарина, парк Головнина, сквер Головнина. И вот на данный момент, если говорить про текущие проекты, у нас есть два таких ключевых, я бы сказал, можно сказать, фактически миссионерских проекта для города. Первый проект, он фактически уже случился как факт – это парк Нагорный. Сейчас мы занимаемся как раз-таки подготовкой к выходу на строительство. У нас уже готова концепция, у нас готов проект. Это проект меценатский, его финансирует Дмитрий Алексеев. И это с точки зрения социальной истории, это просто бомба, потому что в проекте очень детально проработаны все моменты, все зоны. И мы видим в этом проекте такой, можно сказать, флагман, чтобы можно продемонстрировать действительное качество, как может быть общественное пространство сделано для горожан. И вот здесь Нагорный парк может получиться именно таким примером. Мы очень постараемся сделать все возможное, все зависящее от нас, чтобы горожане прям всем сердцем полюбили. И на самом деле ведь Нагорный парк – это прям Владивостокский парк, он же парк на Сопке. То есть это для нас просто отдельная история, это такая миссия, потому что там есть парк у Подгоре, то есть это вот парк в основании Сопки Тюменской. Но с этого парка есть выход непосредственно на видовую площадку на вершине Сопки Тюменской, с которой открывается панорама на город в 360 градусов. Так получилось, что в процессе работы над парком Нагорный к нам обратился другой клиент, это Кёрлинг-центр. И мы сначала чуть в оборот не упали, ну потому что мы делаем парк, у нас видовая. А Кёрлинг-центр, ну ледовое сооружение, это же просто, это же ящик просто, ну потому что по функционалу это очень такое габаритное здание. Так повезло, что клиент обратился к нам, чтобы мы предложили концепцию, видение, как можно посадить этот Кёрлинг-центр. И в итоге мы, наша идея больше всего понравилась клиенту, мы закопали Кёрлинг-центр под землю, чтобы с видовой площадки Тюменской, вот когда ты будешь стоять на видовой площадке Тюменской, никакого Кёрлинг-центра не будет. То есть он будет, он закопан ниже уровня обзора человека. Вот, и второй проект, эти два проекта на самом деле связаны, о которых я говорю, второй проект это парк Минного городка, это ключевое общественное пространство для города Владивостока. Мы с Фадиком выросли, где нас парк Минного городка, и даже первая наша работа как команда Concrete Jungle была нарисована в парке Минного городка. И в общем это такое место, с которым масса всего связана, и мы еще в 2017 году решили, что мы возьмем на себя некую инициативу и начнем его изучать. И вот это в таком режиме у нас существовало три года, то есть мы прям делали много там аналитики, информацию историческую собирали. И вот в 2020 году, в начале этого года, мы познакомились с новообразованным в городе учреждением, это дирекция общественных пространств города Владивостока, такая молодая команда, которая заряжена в городе делать общественные пространства, вот свежие. И естественно, наша встреча была неизбежной, потому что мы единственные там, кто прям специализируется на общественных пространствах. И мы на волне Минного городка очень сошлись во взглядах. И вот сейчас мы находимся на стадии запуска, мы запустили сайт mindpark.su, там уже стоит находится опрос, и там находится интерактивная карта. Опрос нужен для того, чтобы мы увидели, чего хочет город. Ну это такая, скажем, немножко популистская фраза, там, чего хочет город. Но на самом деле оно же действительно так и работает с парками, чтобы люди максимально высказали, чего бы они хотели делать в парке. И как говорил Виктор Шалай, как вам там было бы хорошо. То есть вот опишите, как вам было бы хорошо. А мы постараемся учесть все и из этого составить какую-то красивую историю. На самом деле опрос уже сейчас ведется, и мы имеем обратную связь. И ответы, конечно, или какие-то предложения очень уникальные. До каких-то предложений сделать на каяках какой-то соревновательный элемент, где они веслами закидывают в корзину мяч или что-то. Я точно не помню как-то. Это как футбол, наверное, на воде. То есть такие уникальные предложения, их можно реально применять. Был комментарий. Мы занимаемся с пенсионерами, там какой-то йогой. Йога, какие-то медитации и что-то такое. И вот в дождь нам вообще-то неприятно, потому что нет навеса в парке. И они написали прям, какой им нужен навес примерно по размеру. То есть это уже конкретные люди, которые будут туда ходить точно. Мы не выдумываем, что там какие-то мифические пенсионеры придут и что-то будут делать. Там уже есть конкретное сообщество, которое хочет конкретной функции. И это приятно, потому что сделав ее, автоматически получается, что это работает, и это не зря. И вот для этого и нужен опрос, поэтому прям суперкруто будет, если люди пройдут и заполнят. Есть ли необходимость в вашей работе опираться на какие-то общие мировые тенденции формирования городской среды или достаточно вашего личного, уже сложившегося взгляда, вашей личной эстетики? Не ощущали ли вы, что вам иногда бывает тесновато в рамках Владивостока или Дальнего Востока? Может быть, и ваши амбиции распространились бы гораздо дальше. Мне кажется, если ко второму вопросу переходить, то Владивосток – это настолько молодой город, это полигон для идей в данном случае, и работа тут всегда будет вдоволь. Это бесконечная работа. Мы только начали, можно сказать, семечки какие-то вкидывать. А если говорить про какие-то референсы мировые, они учат понимать, ну, в целом, что такое пространство. Но, конечно, вопрос самой идеи, самой концепции – это только лишь внутри сердца, внутри города. Это идентичность полностью. То есть ты должен понимать, что это за пространство, ты должен исследовать, анализировать, и только после этого выдавать какую-то интернет-идею, она неприменима. Мы же реализуем полный спектр работ, ну, в том смысле, что мы придумываем идею, мы ее проектируем вплоть до рабочей документации и строим, и производим. То есть у нас производство свое и строительный отдел свой. В этом смысле мы достаточно локальные, потому что с нашим производством и строительством никуда не поедешь. И мы самовыражаемся уже готовыми объектами. Это достаточно уникальная история, на самом деле, для общемировой практики, потому что, как правило, дизайн отсоединен от реализации. Но мы точно не жали в уме, что если мы, грубо говоря, начнем проектировать просто, как архитекторы, или рисовать, то мы никогда не получим то, что мы спроектировали и реализовано. Поэтому мы пришли к тезису, что лучше стул, который ты контролируешь, чем замок, который ты не контролируешь. То есть ты придумал какое-то невероятное архитектурное сооружение или вероятное архитектурное сооружение, а оно сделано вот не так, и это все сразу же дискредитирует весь твой импульс. А это же очень важный момент, что раз за разом, когда ты этот импульс гасишь в себе, когда ты не получаешь того результата, который хочешь, ты умираешь как автор. Это большая проблема для архитектора в городе. Ты просто умираешь, в какой-то момент становишься циничным, и у тебя пропадает желание. Вот тут-то мы и раскрыли секрет вашей постоянной заряженности. Мы заряжены, мы просто запикайте, мы на *** не ехали. Эта история, да, изначально с граффити пошла, потому что ты придумал идею, ты реализовал, ты получил кайф от общества, получил кайф, потому что это большая работа, видна там для многих. И для нас было важно именно как раз работать в общественных пространствах, чтобы показать свое искусство, свое видение многим. И это как бы нас тоже держит на плаву. И вот здесь я как раз завершаю историю, что для наших амбиций работы достаточно много здесь. Хочется город изменить, хочется работать. Когда ты работаешь в своем городе, это работа со смыслами, которые тебе ясны. Да, да, понимаю. Ты знаешь людей, ты знаешь, про что нужно говорить, чтобы тебя поняли, какая мета-идея витает в воздухе. И плюс у тебя как автора возникает легитимность, тоже важный момент. Потому что, типа, кто вы такие? У нас же, как обычно, чуваки приехали, с Москвы что-то спроектировали. Абсолютно объяснено, почему люди не принимают это. Ну, потому что они принципиально не могут знать. Я понимаю, если бы какой-нибудь сторонний специалист приехал, завел бы видеоблог и сказал, вот я живу год в Владивостоке, и через год я вам проектирую что-то. Тогда 100% ты молодец, ты проникся, ты, по крайней мере, чем-то пожертвовал своим временем, чтобы проникнуть в нашу историю. Вот мы на Сахалине, когда работали, у нас был первый объект, жилой комплекс «Атмосфера». То есть это было давно. И за это время мы познали Сахалин так, наверное, как некоторые сахалинцы его не узнают. Потому что мы в шторм по долгу службы. Мы в шторм, мы монтируем в зиму. У нас жилой комплекс «Малиновка» ушел в зиму, и мы просто там снегопад, а там же всегда снег идет. Ты реально приходишь на стройплощадку, тебе нужно выдавать объемы. А мы же небольшая компания. Мы с Вадиком, я Вадик, Никита, директор по строительству. Мы все берем лопаты, полдня разгребаем площадки. Это не такой снег, это вот такой снег. Да, полдня площадку чистишь, полдня работаешь, на встречу не приходишь, чистишь ее опять. То есть там были такие экстремальные условия. И мы, можно сказать, прониклись немного с Сахалином. Вот к нам пришел объект «Сквер» имени Василия Михайловича Головнина. И там как раз мы уже немножко более смело подходили, потому что мы почувствовали, что мы все-таки здесь не новички в этом городе. Мы можем вести диалог. Выяснилось, какая история. Мы начали делать «Сквер» и обратили внимание, что у «Сквера» есть бюст. Он посвящен Василию Михайловичу Головнину. Но на бюсте не написано ни одного слова про самого адмирала Головнина. То есть там просто написано, какая статья вам грозит за вандальные действия, за памятником. Заходишь, ты вроде ожидаешь увидеть какую-то интересную историю, получаешь вполне ожидаемую историю. И мы поняли, наверное, выдающийся человек, надо что-то о нем рассказать. Нашли информацию. Оказалось, что жизнь у Василия Михайловича Головнина – это просто пираты Карибского моря, только в реальности. Из области угнать шхуну. Угнать шхуну. И остаться живым. Да, да, да. Он был в плену в Японии. Из этого плена высвободился, угнав какой-то корабль. Ну, это просто что это? В наше время невозможно даже себе представить такое. И мы подумали, это интересная история, надо ее рассказать. И на каждом входе в парк мы сделали информационное панно, которое рассказывают детально про жизнь Василия Михайловича Головнина. И тем самым мы вернули скверу смысл, который в него изначально закладывался, чтобы он транслировал некую историю человека, а не просто бюст. Потому что иногда вот за памятниками теряется смысл, для чего это делалось. Эффект возник такой, что люди останавливались, читали. И после этого администрация города как раз запросила у нас сделать на остальные скверы про адмиралов такую же историю. Но Головнин остался флагманом, вот как он был флагманом когда-то. Так он остался флагманом по сей день, потому что первая история была рассказана про него. Можно затронуть историю, что этот проект от проектирования до реализации длился месяц. То есть это очень быстрый срок был для этого пространства. Но мы справились, да. В России очень сжатые сроки. Вот не знаю, кто не знает, есть такая тема, в России всегда очень сжатые сроки. Тут не умеешь делать быстро, значит ты вообще просто ничего не делаешь. И тут как бы ходить и жаловаться тоже смысла нет. Ну типа на что жалуемся? Ну работа же есть какая-то, ее надо делать, надо делать быстро. Ее сделать либо быстро плохо, либо быстро хорошо. И вот мы та компания, которая учится делать быстро хорошо, по крайней мере на определенном масштабе. Понятное дело, что когда мы говорим про минный городок, там уже не бывает быстро, там серьезный проект большой. Но проекты локальные, там сквер, какой-то небольшой парк, жилой комплекс. Тут уже нужно уметь работать быстро. И в этом смысле мы надеемся, что своим примером мы показываем, что это можно. В принципе вообще делать хороший дизайн, хорошее пространство в России и в Владивостоке, они возможны. Но когда люди уже поймут планку качества, может быть и сроки увеличатся. Потому что мы тоже очень хотим, чтобы в какой-то момент вот эта бешеная погоня за невероятными сроками, она немножко прекратилась. И она на самом деле и прекращается. Чем больше профессионализма, тем больше мы умудряемся как-то там обосновать какие-то другие сроки. Потому что таких сроков, как с Головниным, у нас не было с того момента. Потому что это типа за месяц все, это вообще экстремально даже на данный момент. Ну, нам пришлось всю команду снять с Владивостока и отправиться в все. У нас системный администратор бил анкера там. То есть мы просто вот бывали. Были задействованы все кадровые люди. У нас менеджер красил доску в цеху, да. То есть у нас вот прям все-все-все-все на производство. Но с другой стороны такие моменты отчасти экстремальные хороши тем, что потом всем есть что вспомнить. Да, это становится историей компании. В любом случае успехов желаю всем вашим проектам. И оставайтесь такими же энтузиастами, какие вы есть сейчас. Очень приятно, что во Владивостоке есть такие люди. Мне кажется, это большое счастье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!